библия настолько уникальная книга говорится что все писание богом вдохновенно и полезно для научения наставления обличения исправления и так далее открывая священное писание когда ты его читаешь под вдохновением святого духа и когда именно святой дух вдохновляет тебя и дает тебе определенные стихи писания в качестве поддержки укрепления или даже обличения это всегда тебя окрыляет даже когда господь бог дает тебе в чем-то обли обличение это своего рода облегчение ведь ты понимаешь что если господь обличает он исправляет а если исправляет значит он любит любовь божия исправляющие сегодня хочу взять небольшой отрывок из книги пророка исаи это 40 глава 31 стих на мой взгляд писание настолько вдохновенно что можно просто-напросто из каждого отдельного стиха получать вдохновение на полтора часовую проповедь писание настолько оживлено духом святым когда ты с верой подходишь и просто просишь господа чтобы он дал тебе на ту или иную жизненную ситуацию вдохновение поддержку и силу обратите внимание надеющихся на господа обновятся в силе здесь пророк исайы говорит о надежде на бога также в новом завете мы видим такие слова где говорится надежда на бога не постыжает здесь исайя говорит что надеющийся человек на господа на господа обновится в силе это прекрасное обещание в которой находится в верхом завете обратите внимание если это обещание настолько действенно для людей находящихся и живших в верхом завете когда был закон божий строгий судящий и так далее то насколько это обещание наиболее так скажем мощнее наиболее действенней для тех кто находится в благодати божьей ведь иисус христос всегда дает силы тем которые нуждаются в поддержке от него он провозгласил однажды жаждущий иди ко мне и пей даром иди и пей от источника воды от вечной жизни придите ко мне все труждающиеся и обремененные я успокою вас найдете покой душам вашим разве это не замечательное обещание тем кто страдает изнемогает или ослабевает в этом мире надеющийся на господа обновиться в силе поднимут крылья как орлы потекут и не устанут пойдут и не утомятся обратите внимание когда все твои надежды в трудной жизненной ситуации возложены на господа иисуса христа ты обязательно обновишься в силе во первых святой дух всегда обновляет и подкрепляет тебя в твоем пути за господом иисусом христом аминь потому что святой дух это утешитель помощник наш ходатай наш учитель наставник святой дух это подкрепляющий нас в наших путях дающий нам силу силу нашей веры силу стоять в обетовании дающий силу и укрепляющий в нас надежду на господа святой дух всегда подбадривает и укрепляет нашу веру делая нас более сильными христианами ведь наш бог сильный если наш бог сильный то у сильного бога сильные верующие аллилуйя ведь еще в мире говорится яблоко от яблоньки недалеко катится так вот иисус христос является древом жизни и он бог крепкий отец вечности князь мира если мы рождены от его духа о друзья мои то мы недалеко от него мы будем подобны ему ведь говорится достаточно для ученика чтобы он был как его учитель то есть мы в этой жизни можем быть такие же сильные в вере как господь иисус христос ведь его дух святой подкрепляет нас и укрепляет в нас надежду на бога который не постыжает это надеющийся на господа обновятся в силе поднимут крылья здесь можно сказать что ты поднимешь руки своей веры когда казалось бы жизненные трудные ситуации дьявол и все что творится в этом мире пытается тебя расслабить и сделать так чтобы опустились твои руки но дух святой приходящий в твою жизнь подымает твои руки ослабевшие руки подымает и что делает укрепляет ослабевшие колено аминь чтобы ты не храмал в своей вере что бы ты не храмал ни на одну не на две ноги но он укрепляет твои ослабшие колени и он укрепляет Твои руки, которые могут в любой жизненной ситуации подниматься к Богу и быть укрепленными в надежде на Него, которая не постыжает. Потекут и не устанут. Вы наблюдали когда-нибудь за ручьем, как он течет? Друзья, он никогда не устает. Почему? Потому что у этого ручья есть источник, у этого родника есть источник, который постоянно пульсирует и бьет из недр земли. И вода этого ручья, этой реки, она постепенно течет, и она никогда не устает. Здесь пророк Исаия сравнивает верующего человека вот с этим источником. То есть, друг мой, когда ты заякорен в Иисусе Христе, имеешь его дух, внутри тебя есть источник этой жизни, который пульсирует в твоем сердце, пульсирует внутри тебя, и твоя жизнь течет подобно ручью. Ты потечешь, то есть, жизнь потечет из тебя, ты не устанешь, ты не будешь изнемогать. Внутри тебя есть сила, которая всегда подкрепляет и укрепляет тебя в вере и в следовании за Иисусом Христом. То есть, ты будешь подобен этому ручью, ты потечешь. Аминь. Блажен праведник, верно? Он будет подобен дереву, стоящему у источника воды, где лист его не вянет и плоды вовремя приносит. Правда, друзья? Чтобы принести плоды, тебе сегодня достаточно находиться в Иисусе Христе, быть с ним соединенным, и плоды духа жизни отобразятся в тебе в свое время. Аминь. Ты просто должен пить, пить, пить и пить из этого источника. Пойдут и не утомятся. Я не думаю, что здесь говорится, что пойдут куда-то, туда, куда глаза не знают и куда не знают и так далее. Пойдут. Я думаю, что здесь говорится в следовании за Богом. Когда ты следуешь по этому узкому, тернистому, тяжелому пути, Он подкрепляет, укрепляет, Он делает так, что ты течешь подобно этому ручью, ты пойдешь за Ним и не устанешь. То есть ты не будешь изнемогать, потому что Иисус Христос укрепляет тебя. И даже если в твоей жизненной ситуации тебе кажется, что ты совсем ослаб, то Он берет тебя на руки и несет. Поэтому ты не устанешь в своем следовании за Ним, потому что путь следования за Иисусом, он не обременительный для христианина. Но Иисус Христос дает силу, поддержку, ободрение для того, чтобы ты мог войти в Его Небесное Царство. Несмотря на то, что этот путь тернистый, тяжелый, труден, но сказано, что ты не утомишься, не дойдешь до изнеможения в своем пути. Потому что Святой Дух с тобою, аминь, пойдут и не утомятся. Аллилуйя! Это прекрасное обетование от пророка Исаии, который сказал это под вдохновением Святого Духа. Церковь Иисуса Христа, если ты сегодня обратишь свой взор к Богу, если ты сегодня приложишь свою веру и взгляд своей веры на обетование Божье, то ты всегда будешь проистекать подобно этому ручью. Не говорил ли Иисус Христос, кто будет веровать так, как сказано в Писании, у того из чрева потекут реки воды живой? Это Он сказал о Духе, которого должны принять верующие. Итак, Святой Дух – это сила Божья, действующая внутри тебя, дающая тебе поддержку, ободрение и надежды на Господа. Возложите все заботы свои и надежду на Него, а надежда на Бога не постыжает.